Я Зороб Суткила, он родился в замечательном городе, в фантастической уголке нашей страны, в городе Сухуни, в 1937 году, 12 марта. Я родился, меня принимала бабушка, и когда она крикнула, что у нас родился мальчик, мой отец и его друг взяли ружья охотничьей и стреляли мое приветствие, приветствие мальчика, так встречают мальчиков в Грузии. Вот, и оттуда пошло, пошло Яросухуни до 1955 года. Перед нами была огромная поляна, где во время войны солдаты-новобранцы тренировались, там были окопы, были всякие чучела, которыми они кололись тыками, вот, и была такая база для обучения новобранцев. И там было очень много поляны, мы во время перерыва играли сами, играли в футбол, там собирался весь город Сухуми, и вся молодежь устраивали спарринг-партнерами были друг друга. И тренерам не надо было ходить куда-то в спортивные школы, куда-то в специализированные школы, кстати, их не было, была одна школа спортивная всего, спортшкола называлась. И тренера проходили, смотрели детей и говорили, вот, ты будешь играть за школу, ты будешь играть за Сухуми, ты будешь играть за сборную, уже потом выявлялась. И вот так набирали из детей. Так и я попал пока в Сухумскую школу, потом за Сухумское Динамо, за сборную Абхазии я играл. И где-то в 16 лет меня забрали в Белийское Динамо, я как раз закончил школу, и меня забрали в Динамо, в Белийск. 65-й год, для меня все было ново, вот, и я там познакомился с совершенно выдающимися игроками. Вы знаете, двое из выдающихся, трое, были Сухуми, четверо в Белийском Динамо было из Абхазии, из Сухуми, это был Владимир Хасаян, Владимир Маргани, величайший вратарь Ниас Дзябшипа, защитник, потом к нам присоединились Тарба, потом величайшая стратегия скалка футбола Владимир Баркая, Георгий Сичина, и, конечно, патриархом нашего футбольного Сухуми я называю Гогоберидзе. И даже в Москве, когда играл в Белийском Динамо, весь стадион, который болел, допустим, за «Спартак», но все равно, когда Гогоберидзе отличался своей игрой, знатоки ходили на футбол, знаете, знатоки, не то, что она там кричит, орет, почему-то приказу поднимает руки, а тогда, правда, болели, и знатоки болели, ходили, Шостакович, Прокоин, ходили на футбол, уже фантастические люди, и игроки были выдающиеся, вы знаете, личности были, чем больше личность на поле, тем лучше игра, тем интеллектуальная игра, и вот я сейчас перескочил, но вот патриархом был Гогоберидзе по кличке Баса, и весь стадион кричал «Го-Го-Го-Го-Го-Го», несмотря на то, что это был противник. Вот тоже Сухуми сыграл за Ленинградский «Зенит», играл Бондаренко, Геннадий Бондаренко потрясающий футболист был. Я связал свою жизнь с футболом, правда, ненадолго, уже на третью игру я сыграл за дубль, и тут же меня поставили против шахтера Донецка, даже помню, я играл в защите, и даже помню этого футболиста совершенно замечательного, такой скоростник, технарь, бабушка, играл за Донецк. Потом, я сейчас не буду подробно эти годы описывать, я получил травму, но в то же время, верно, возвращаюсь обратно, я когда был в Сухуми, то меня, значит, отправили в музыкальную школу на отделение фортепиано, меня туда не приняли, потому что мне уже было 12-13 лет, и совершенно случайно заведующий кафедрой вокального пения проходил, я сидел у директора, и он, когда узнал проблему, ну, там все друг друга маленький город, там меня мама привела, и он, значит, ректор, ректор был Гургадзе, замечательный, интеллигентнейший человек, ректор училища Сухумского музыкального, и говорит, Володя, давай что-нибудь с мальчиком, он говорит, давай я его возьму к себе, защищу в класс, и он там обязательно фортепиано, может, подгонит, не посадим же его с 5-6-летними детьми, но, честно говоря, я был записан к нему, но на фортепиано не пошел ни разу, не пошел ни разу, я много раз рассказывал, мои первые слезы были, когда я увидел разрезанные пополам совершенно новые венгерские бутсы, мы получили, сборная Абхазии получила эту форму новую, бутсы венгерские, потрясающие, и я, когда их увидел, моя мама сказала, ох, ты такой, такой, сякой, ты, оказывается, не ходишь на музыку, и она встретилась с педагогом моим, она ей сказала, что я его, говорит, не видела, вот, и она отзывся взяла мне, разрубила эти мои бутсы, это первые мои слезы, но я занимался, потом я как-то пошел к этому человеку в класс, мне понравилось, как там поют, здорово поют, там была очень красивая девочка, она абхазочка, мне которая понравилась, я и ради нее начал тоже ходить, после тренировки, там все рядом было, стадион, училище, очень красивое, кстати, и он говорит, давай попробуем, мы пробовали, пробовали, и вот я почти год ходил, и дошел до того, что я начал петь вокализы, и первая моя песня со словами была «Эх, дороги». Вот. Когда я закончил школу, и когда мой педагог узнал, что я еду в Тбилиси, он мне дал письмо к Давиду Ангуладзе, выдающемуся певцу и педагогу, чтобы я зашел к нему, тот меня послушал. Но я это письмо потерял, это 55-й год, представляете, в 55-м год, а я к Давиду Ангуладзе пришел в 66-м году, только через 11 лет судьба меня свела с ним, к счастью. Вот. Я был в Тбилисском «Динамо», получил травму в 58-м году, и я уже студент 3-го курса, а у меня такое ощущение, что я, как я буду без футбола, что я буду делать. А жил я на стадионе, в общежитии, вместе с величайшим вратарем Манзором Кавазашвили, он сегодня на слуху, потому что он защищал Спартак, Спартаковские ворота, блестящие врата. Вот. И к окну подошел очень симпатичный такой человек, седой, и постучал в окно и попросил два билета. Это, значит, 56-й год, когда начали приезжать бразильские команды, английские команды, и билеты было невозможно достать. Я ему сделал действительно два билета, мы подружились, он оказался профессором Библийской консерватории, тоже так тихо-тихо меня познакомил с оперой, повел меня в оперу, где не могу не сказать это, и хочу очень даже отметить. Это первая опера, которую я слушал, был Фауст, и пел Огневцев из Большого театра Солист. Он пел феноменально. И он имел успех в Тбилизи, такой, как он потом говорил, никогда нигде не имел. И я завелся. И еще к тому же, очень было тогда и по радиопередач музыкальных, и фильмы шли, музыкальные фильмы, вот, и я завелся, завелся, он тоже начал со мной заниматься, я пришел к нему в класс, и мне все студенты казались ненормально, фантастически, одаренными и голосистыми, пели здорово. Вот, и мы попробовали, занимались почти год, потом зимой я уехал, это уже 69-й год, то есть 59-й год, я уехал на диплом шахты, делал диплом, приехал, и с марта месяца по июнь мы начали заниматься с педагогом, и он сказал, давай поступать в консерваторию. Я уже пел эпиталаму Рубинштейна, вот, пелариус Фауста, гуну, баритональному, и пришел на экзамен. Я, значит, 10-го, 10-го июня сочтил диплом, а 12-го июня сдавал в консерваторию, там собралось много народу, но футболист вдруг в консерватории, это так экзотически было очень, и я спел, спел, и так, нескромно скажу, встал Риктор, после эпиталаму подошел к сцене и сказал, сынок, ты нам Богом послан, ты знаешь, что такое сольфеджио? Ну, конечно, я этого не знал, и он мне тогда говорил, да, без меня на экзамен не заходи, завтра у тебя в один часов будут принимать экзамен. И мы действительно встретились, сошли в аудиторию, всех выгнали, и перед двумя выдающимися композиторами, Гудьяшвили и Шаверзашвили, он им сказал, я его спрашивал, он опять не знает, поставьте ему 4, они поставили 4, и я ушел. И выходя, я говорю, почему 4, а не 3? Он говорит, нет, сынок, ты должен стипендию получать. Но стипендию тогда 500, что-то 500, 600 рублей, неплохая стипендия была. И была вот такая любовь к студентам у ректоров. Я не думаю, сегодня тоже есть ректора, такие, которые любят своих студентов и делают все для того, чтобы студентам было хорошо. Вот, значит, и меня приняли в консерваторию. Теперь самое интересное то, что мой отец мой отец, который до войны работал учителем в школе, потом, во время войны его уделили в войска КГБ, у него не было слуха абсолютно. Но почему-то он приветствовал мое поступление, а моя мама, она была врач-рентгенолог, очень музыкальная и сама хорошо поющая, вдруг, расплакалась, куда, но сын единственный закончил политехнический, сейчас вернется домой, будет с нами жить, будет все в порядке, а вдруг я куда-то в эту консерваторию, она проклялала ее до последних дней своей жизни. И моя мама все-таки успела, отец дольше жил, она заболела и последний спектакль я пел Регулета, в котором провалился со страшной силой после приезда из Италии, где я стажировался два года, я заболел, но пришлось петь. Я спел очень неудачно, от меня все отвернулись, но мама подошла ко мне и говорит, сынок, ты лучше всех был. Чувство матери было такое. Вот такой период сухумский мой закончился, и я стал Дбилиссом, в течение 18 лет был в Дбилиси, потом была победа на Закавказском конкурсе, победа на Всесоюзном конкурсе, чтобы поехать в Италию учиться, а потом был 65-й год, меня взяли в Дбилисский оперный театр, был дебют Каврадоси в Пучине, в Тоске Пучине, Абессаломи Этерия, одна из труднейших партии, правда, я спел, и потом в 68-м году я уже приехал из Италии, два года проучившись, и мне повезло, повезло с педагогом, который был, я думаю, последний из тех, это как принятие, говорит, магикан, знатоков, знатоков Бель Кантова, ненавижу, когда это говорят про певцов, и певцы, хорошие певцы, обсуждают певцов, говорят, о, Бель Кантова, про красивую петь, действительно, Бель, это красивое, Кантова пение, но это совсем не значит, что это красивое пение, это где-то с 16-го века пошло, еще кастраты этим занимались, у композиторов были написаны оперы, после опер, после арии, оставался певцов на сцене и выдавал свое техническое мастерство, подражая птицам, там, разным, разным, ну, животным нет, но, в основном, это были птицы, и эти были украшения, там, такие, каденции, которые украшались, и это они делали феноменально технично, и вот это называлось техническое совершенство, и вот эти вот все после, после ариозные каденции, и технические показы были бельканто, вот это назывались белькантисты, а у нас почему-то бельканто называют красивый, хорошо споющийся человек. Меня присылали не на сам конкурс, 64-й год, я студент консервант, не, 65-я весна, я уже на пятом курсе, и был отбор на молодежные, всемирно-молодежные игры, которые, по-моему, сейчас возобновляются и очень хорошо делают, что возобновляют, и меня послали на этот конкурс, молодежи и студентов, вот, и когда я спел, я помню, даже пел, вместе с Майсом, другом, меня аккомпанировала, я спел Пучиневскую арию из Ману-Леско, вот, и вдруг меня со сцены позвали, а там сидели главный режиссер Большого театра, Туманов, Йосиф Туманов, замечательный режиссер был, Артаньян, который заведовал музыкой СССР, и вот вдруг Артаньян мне говорит, хочешь поехать в Италию учиться? Ну, я, это представляете, 64-й год, я, я, видно, у меня глаза пошли, и он говорит, завтра приходи ко мне, с тобой подробно поговорим, он вызвал ко мне, меня к себе, и мы поговорили, и он говорит, давай готовься. Потом было много происшествий, о которых я говорил, но сейчас говорить не хочу, особенно в вашей передаче, нехороших вещей, были анонимки, были выступления, что, кого посылают, зачем посылают, ни голоса, ни режима, вообще, ни наш человек, и было все это неприятно, но как-то я это терпел, и представляете, министр культуры в своем кабинете, было 1 сентября, вызывает меня, выдающийся грузин, замечательнейший композитор, Аратар Васильевич, так-так, Кишвили, открывает папку, и мне говорит, не говорит ничего, в своем кабинете, читай. Я читаю, приготовьте документы на сутки лавы, на поездку, стажировку в Италию, в Фурцево. Вот закрыл ее, говорит, никому не говори. Я помню, что после первого дня, когда я проснулся, я не смог шею повернуть влево, у меня шея болела. Я так думал, от чего, от чего, потом я вспомнил, что первый же вечер, когда мы приехали, мы пошли по улице Буэнос-Айрес, она огромная, сплошные магазины. Я смотрел на витрины, обалдевши, на все, что там было, и у меня заклинило. Потом я решил идти по другой стороне, уже влево, чтобы выпрямить это. Ну, конечно, это изобилие, и это, все то, что там происходило, было здорово, но самое главное было, это был период расцвета Ласкала. Вот представляете, как Геуру, Джани Раймони, Гуэльфис, Кото, Косото, Френи, новое поколение, феноменальных певцов, и спектакли один за другим, ну, просто умопомрачительные, и молодец Фурцева, что это устроило, она устроила обмен, значит, балерин сюда, к нам учиться, певцов туда, и она сделала даже то, что мы сидели в царской ложе и слушали спектакли выдающихся этих певцов. Это была очень большая школа, и очень нам повезло с педагогом, маэстро Дженаро Барро и пианистом Пьяццо, который был соучастником спектакля Тосканини. Он назывался Соджи Ритори, это человек, который приезжает готовить спектакль вместо главного маэстро, а потом садился в будку суфлёрскую и оттуда работал, показывая вступление и подсказывая слова. Сейчас это уже аннулировали, по-моему. Вот. И вот это была большая школа, и в этом смысле мне повезло. То, что случилось после Ласкала, вдруг меня, я приехал, меня даже в Москву не пускают, я домой не пускаю, в Тбилиси, говорят, вот сейчас дни советской культуры в Болгарии, ты должен поехать петь там. Я поехал, спел очень удачно, и тут же ко мне подошли и сказали, здесь очень сильный конкурс певцов, и давай, выступи, надо, надо выиграть этот конкурс. Я говорю, хорошо, и действительно, я выиграл, взял золотого в Орфея, главный приз, вот, это 68-го года, после вот этого конкурса меня начали по всей Европе приглашать, в основном, конечно, социалистические страны, капиталистические тогда было трудно поехать, не выпускали, я вот, знаете, сейчас вот думаю, как я поздно был вызван на постановку в капиталистическую страну, это уже, мне уже было 43 года, и это уже 80-й год, и первая постановка в Италии на Отелло самая страшная и самая трудная, потому что итальянцы, особенно вот зона Реджи Мили, они больны, и Парманская зона, они больны в Верде, и особенно Отелло, они считают, что они это здорово знают, на самом деле там есть те, кто знают, но в основном масса, они знают, Калас, где пила кофе, с кем разговаривал, какие журналы читал, но суть ее искусства, суть ее искусства, мало кто понимал, и это очень, я это, зная это все, я это чувствовал, так что, такое, знаете, поверхностное знание Верде, никакой глубины, в основном было, и до сих пор это остается, и почему-то им казалось, что это, что это, Отелло, какой-то зверь, который рвет и рвет и мечет все, а на самом деле, когда я посмотрел партитуру Отелло, кстати, посмотрел вместе с замечательным концертмейстером Большого театра Могилевской, потом с Покровским, который считает, что это одна из самых выдающихся фигур, которая на мое мировоззрение подействовала, на мою культуру музыкальную, которую я имею, и когда мы это посмотрели, три четверти партии от Телло написано Меце Фочи, Пиано, и даже есть одно место Семь Пиано, Соте Фочи плюс семь Пиано, что это такое? Есть письмо Вердия, его спрашивают, почему вы это написали? Он говорит, Тенера такие дураки, я им это написал, но чтобы из семи пианов, хотя бы одно пиано добиться от них, я вот это для этого сделал. Такое хорошее мнение было у нас о певцах-тенерах. Вы знаете, я могу сказать, что я научился на предыдущем моем поколении, тоже воспитанники, Давида Сеоновича Андвуладзе, это в то время был здесь царство Зурабан Джапаридзе в Большом театре, великий артист, я бы сказал бы, я не думаю, что таких высот потом я не видел, чтобы такие работы драматического артиста в опере были показаны, и даже фильм «Пиковая дама», который сняли, очень жаль, что они сняли самого Анджапаридзе, из-за его габаритов, играть Стриженова, но он играет просто Зураба Анджапаридзе, Герман Зураба Анджапаридзе в этом фильме, и он не проиграл. А вы знаете, почему? Потому что была такая преемственность. Эту партию мой педагог Давид Анджапаридзе, педагог Дзураба Анджапаридзе, сделал со Станиславским здесь, в Москве. Герман сделан Станиславским, и это традиционно перешло к другому поколению. Потом и Атланта, уже блестящий Герман был. Я вообще считаю, что это самое выдающее явление в русской локальной обществе наше музыкальное, я бы сказал. Номер один, да, Смирнов из поколения, начало века прошлого и Атланта. Вот эти два, это самые выдающееся голоса, которые были. Славянские голоса. Никто там, были потом болгары, были чехи, но таких голосов не было, как Атланта. Вот к чему я сейчас пришел, значит, и эта партия вот его. Я, когда показал дирижеру, как я хочу интерпретировать, он на 100% со мной согласился. И мы сделали, и недавно совсем, вот в этом году, Болонский первый спектакль, даже не первый спектакль, а генеральная репетиция в Ютубе. Я даже не знал, что так хорошо мы это сделали. Во-первых, то, что касается, если вы говорите про нашу профессию, то я, как молодой, помню еще эти репродукторы тарелки, черные тарелки, которые висели, я знал в определенное время, когда будет звучать музыка, когда будут петь певцы, и звучали Лемешев, Козловский, Петров, там, женщины, там, Нежданова. И я просто с упоением сидел и слушал под этой тарелкой. Рассказы были про оперу, про музыку, и я с удовольствием слушал, и на меня это очень все повлияло. И повлияло не только на меня, и на многих, которые потом стали певцами. Это была большая просветительская деятельность, и я надумаю, что в Советском Союзе это была страна номер один в мире. Почему я так говорю спокойно об этом? Потому что лучшие исполнители всего мира мечтали попасть на московскую публику, на петербургскую публику, лучшая публика, лучшие залы, большой зал консерватории и Ленинградская филармония, лучшей публики не было в мире. В смысле знатоков. Я сейчас смело скажу, не побоюсь этого сказать, такой публики в мире не было. И по сегодняшний день очень мне жаль, что уровень слушателей, культуры уровня очень упал. Но а влияние, если вы имеете широкое влияние, то мы видели самых выдающихся ученых, самых выдающихся писателей, поэтов, и мы всех знали в лицо. А сейчас вчера передача была, кто такой Ленин, не знали. Молодежь. Ну, они знают, что у них крутится там в интернете. Ну, дай Бог им здоровья, пусть знают хотя бы что-нибудь, пусть знают хорошее. Значит, первый раз меня позвали уже после конкурса в Болгарии, когда слух прошел, что тенор появился, и надо брать большой. И меня вызвал, был там, я забыл, директором, мы с ним поговорили, но я почему-то отказался, там уже на меня ставили 23-го, первый подряд, вот. Потом был конкурс Чайковского, конкурс, на котором победил Женя Нестеренко, я был второй, но почему-то послали в Испанию, на фашистскую Испанию, меня, они, его, вместе с Леной и Броссовой, и я взял гран-при, вместе с золотой медалью, кстати, он здесь, за нами, и после этого уже пошел разговор о том, чтобы я перешел в Большой театр, и мне позвонил директор театра, был замечательный человек и композитор Молчанов, Владимир Молчанов, который сказал, Зураб, а у нас Корелл театр, бились, 9-го мая 73-го года, и он говорит, Зураб, ты знаешь, ты дисквалифицируешься как певец, если у тебя не будет стационара, вот мы хотим, чтобы ты приехал к нам и дебютировал в корме, в декабре месяце, 21-го декабря, вот я готовился, нам надо было кое-что доучить, то, что было купюр, в основном купюровано, и приехал в Москву, меня вызвали за две недели, я очень часто говорю, об этом вспоминаю, что таких условий для дебюта никто никогда не имел, за мою 50-летнюю деятельность в театре, я не помню случаев, что такое, кому его сделали, у меня было три оркестровых за две недели, Покровский ходил почти через день на все мои сценические репетиции, у меня были спевки каждый день, с Юрием Симоновым, замечательнейший дирижер, и я дебютировал, дебютировал очень удачно, спел один спектакль, два спектакля, и после третьего спектакля Молчанов пришел ко мне на сцену, там много народу было, мы тебя зачислили без твоего разрешения в Большой театр, ты солист Большого театра, это было 20 января 1974 года, вот, я дал согласие, театра нету, никуда не денешься, и он сделал все, чтобы у меня были хорошие условия, все условия создал, вот, так я попал в Большой театр. Все, кто приезжают в Тбилиси и в Грузию, потом оттуда выезжать не хотят, но это связано не с Алипсуолием, не с Астуолием, это связано с человеческим отношением, к отношениям друг к другу, к тому, что связывают друг друга, и почему-то там всегда хорошие затеваются разговоры, беседы, разные темы, не зря приезжали лучшие музыканты в Тбилиси, начиная от Рихтера, был салон Элины Ахлодьяни, куда, Остров, Куган, Рихтер, и все величайшие пастернаки, все туда приезжали, и потом шестидесятники там были, и там выступить, это была большая честь, и после конкурса в Енисе меня она позвала, позвала, чтобы я в этом салоне пел, она собирала всю интеллигенцию грузинскую, и правительство, правительство, для того, чтобы помогли молодому, все у нее было там запланировано, это был великий салон, которого, к сожалению, сегодня нет, вот, и у меня было много друзей, очень, и расставаться, конечно, было трудно, я здесь мало кого знал, но мне помогло то, что материально мне здесь было, конечно, я получил больше зарплату, мне дали сразу очень хорошую квартиру на Дорогомиловской, вот, и я настолько окунул в свою работу, мне столько пришлось сразу учить и входить в спектакли, в основном это были западных композиторов спектакли, и я, мне было не до застолья, не до какой-то дружеских, моя жена, кстати, очень строго к этому относилась, ко мне нельзя было принести напитки, всякие, алкоголь, ко мне даже не в уроченное время приходить, сидеть со мной, беседовать, но после спектакля и после концерта мы всегда, всегда обязательно собирались, вот здесь, дома, и беседовали, и разговаривали о том, что могли делать, что могли делать лучше, вот, и это было очень интересно, так что переход как-то для меня очень гладко прошел, и уже сколько лет прошло, вы знаете, вот, мне кажется, что быть певцом, особенно певцом и солистом Большого театра, это, конечно, очень большая честь, но вместе с честью есть те, кто приходят в театр, те, кто тебя слушает, и вот сегодня мне очень хочется обратиться к ним и сказать им слова благодарности, слова, которые меня поддерживают и поддерживают до сегодняшнего дня, а сегодня еще больше, сказать вам, дорогие россияне и не россияне, спасибо вам за вашу поддержку, я с огромной благодарностью и любовью говорю эти слова вам абсолютно искренне. Вы знаете, не хочу обижать никого, и это не мое дело, если это нравится, а нравится многим, и большинству, и молодежи, пусть оно будет, но не в такой пропорции, как сегодня, если первый канал на 100% отдает себе попсе, и нету ни одного классического, по-моему, последнее было мой комментарий, эти трех теноровы из Парижа, из таких больших вещей, вот, и очень жаль, очень, больно мне за тех, кто прошел мимо, допустим, литературе, мимо, они не знают ни Достоевского, ни Чехова, ни Толстого, вот сейчас по сериалам они что-то узнают, не знают ни какой поэзии, не хочу называть фамилии, потому что так много прекрасных было, и Мандельштам, и Цветаева, и Рождественский, и Воскресенский, и Втушенко, так много было, и было много композиторов, начиная, ну, начнем, там, Прокофьев, Московский, Шестакович, Хачатурян, так, так еще, в каждой республике, Каракараю, в каждой республике имела своих выдающихся композиторов, замечательных композиторов, вот, и все делалось для того, чтобы, вот знаете, вот замкнулись какой-то опять в своей скорлупе, но основное, высочайшую культуру им принесла Петербург, Москва, это центры, музыкальные центры, мировые центры, и сегодня это абсолютно никому не надо оказывать, потому что наши самые выдающиеся музыканты, самые лучшие в мире, и певцы тоже, певица особенно, не могу не отметить, не треба, фантастическая певица, номер один певица, вот, вот этим надо гордиться, вот это надо показывать, вот это надо как-то, да, сидеть, слушать оперу сначала, немножко трудновато, мне тоже, но какую-то форму современную придать, и, в свое время, знаете, ложи покупали, эти бароны, всякие графы, и они застолье у них было в ложах, они выходили, там, гуляли, курили, дуэты начали, заходили только это и слушали, я не говорю, что так делать нужно, но чтобы что-то придумать интересное, и чтобы я не сорвался, не пошел куда-нибудь, на 4 часа, можно заполниться за 40 минут, так, собрать все такое, что заинтересует человека, послушать, как в симфонической, так же в оперной музыке, вот это, я думаю, надо делать, и очень хорошо, что сейчас наши, вот, лондонская огромнейшая «Война и мир» Толстого, да, участвуют Анна Каренина, Шах Назарова, хорошо, что хотя бы, если они это смотрят только, то сделано на высшем уровне, и на этом можно, не читая, будешь хотя бы знать содержание, что случилось, если не уже очень разбираешься в тонкости характера, и почему та или иная сцена, или тот именно случай именно случился, вот, поэтому я считаю, что в массе советская публика была гораздо выше, намного, намного выше, и вот я начинал с этого, и сейчас хочу продолжить, не хочу, чтобы кто-то обидел, но вот наши странные певцы, хоть одного человека они подняли выше на ступеньку в понимании культуры, в понимании жизни, в понимании, знаете, в понимании отношения, я думаю, что нет, я вот иногда, я не любитель слушать эти вещи, я в основном смотрю в дискавери и спорт, особенно футбол, и когда моя жена слушает, я прохожу, мне кажется, что одна и та же певица поет одну и ту же песню, а там их 30, все одинаковые, все одинаковые, потом смысл, смысл никакого не слышу в этих песнях, вот, наверно, потому сейчас вернулись к Высоцкому, сейчас очень он популярен, везде он, потому что там хоть содержание и смысл музыки там никакой, это не будем говорить про музыки, но стихи гениальные, потрясающие, и нарок этой поэзии вернулся и слушать с удовольствием, дай бог, может, потом перейдут на больно Пушкина, которого, кстати, молодежь из 10 один знал только, кто такой Пушкин. Трудно было получить народного СССР, именно Москве, потому что лимит был определенный, а артистов гениальных были, в очереди стояли с Мактуновским, кто там только не стал, Лефремов, в очереди за званиями стояли, а совсем буквально Советский Союз разваливался и успели Кобзон и Пугачев стать народным СССР, буквально успели в последний вагон запрыгнуть, вот, их просто так не давали, их давали не за популярность, их давали за искусство твое, я получил за отелло, и вы знаете, как было принято, обязательно спектакль должен был посмотреть какое-то количество членов Политбюро, если не сам Генсек, на моем спектакле я пила и еду для них, сидело все Политбюро, кроме Брежнева, вот, и когда мне это был 79-й год, под Новый год позвонил Демичев и мне сказал Зура Брежнев поставил подпись под вашей вы получили звание народного СССР, но я был очень рад, потому что там очередь была, по-моему, до 2006 года, это очередь на 15-20 лет стояла, но выдающихся было очень-очень много москвичей, артисты, во-первых, театры были феноменальные, артисты играли потрясающие, ну, такие, не хочу называть фамилии, такие великие актрисы и актеры ушли без этого звания, не получив это звание, вот, поэтому это было сложно, я думаю, сейчас раз, две песенки споет, популярно, народный артист, нельзя так делать, во-первых, это уже обесценили, там, народный артист России сегодня дают, ну, интересно, вот, я на это никогда никому не говорил, я вспомнил, Шах Назаров, я нахожусь в Крыму, отдыхаю со всей семьей, и ко мне звонит Шах Назаров, они отдыхают, Горбачев, его жена, отдыхают в Фаросе, вечером, значит, звонит и говорит, Зураб, вы можете завтра к нам приехать, после завтра к нам приехать, дать концерт у нас, в Фаросе, просит семья Горбачева, я говорю, хорошо, у меня ноты были, я потом, кстати, я учил там новую программу, уже моя жена аккомпанировала, утром, я, утром радио включаем, и вот это, переворот, ГКЧП, я говорю, что такое, что-то не то, радио включили, ГКЧП, ГКЧП, все, я говорю, я же, завтра должен там петь, вот, и для, я не понял ничего, что, как, потом ничего, вообще ничего не передавали, ничего не говорили, но мы там остались до конца месяца, и все, что мы узнавали, узнавали по телевидению, все то, что происходило, вот, и для меня, вот я, я правда, честно говоря, я не помню тот период, почти, вот сейчас, хочу вспомнить, какие-нибудь, ничего не помню, просто я, когда приехал, уже начали стрелять по Белому дому, оттуда, как вы знаете, недалеко, я пошел, когда я первый раз услыхал, как стреляет танк, он когда грохнул, я вспомнил, все дрожало, я выбежал, посмотрел, и мне говорят, уходи, уходи отсюда, здесь снайперы, а я почти под мост зашел, вот, и ушел оттуда, и потом вот это, такое закончилось, для меня что, для меня, как-то, вы знаете, не интуиция, а, такого предвидеть никто не мог, но, что что-то случится в стране, мне подсказал итальянский мир города, одного из городов, Италии, мой друг, он, мы приехали, пошли по магазинам, что-то покупать, но, я имел право, ну, уже это все, пересроченное время, было легко, а, в то время, в те годы, в запретные годы, я мог заходить в Березки, где все было, все товары, все, что хочешь, все было очень дешево, и, когда я вот, Павел Тайон говорит, нет, поведи меня в магазин ваш, мы пошли там рядом, магазин, тоже посмотрели, он говорит, пусто, все пусто, ничего нету, я говорю, здесь ничего нет, поехали я тебе, он ничего не сказал, поехали на базар, изобилие, на рынке, вот, на Цветном Бульваре, вот так там я смотрю, смотрю, когда все увидел, всего, полно, что хочешь, и он говорит, Зюрал, у вас будет революция, я говорю, какая революция, я говорю, да, у вас что-то, у вас произойдет революция, я говорю, как, ну, как такое может быть, базар полон товаров, а магазины пустые, что эти руководители могут у этих базарников купить и поставить у себя, мир города говорит, я даже не догадывался, что можно базар купить и продать его в магазине, все полки пустые, заполни их, вот, есть люди, которые не хотят, чтобы это было, и у вас будет, и действительно произошло, и я даже об этом не думал, как переживаний не было, каких-то переживаний не было, а тут случилось еще, вот это 9 апреля, то, что произошло в Тбилиси, это, конечно, Грузия всех разозлило, и мы все даже бегали в Луженке слушать Ельцина, вот, и мы жили тем, что вот, будут большие изменения, будут лучшие стороны изменения, и в ожидании всего этого, потом начались-то отход Грузии, отход от всего того, что было в Советском Союзе, и я считал, что это позитивно, я даже поехал приветствовать Гамсахурди, когда стал он президентом, я его приветствовал, и выступал даже в концерте потом, и мне казалось, что все-таки они найдут правильные решения, и будет лучше, но я думаю, что они, я не хочу говорить, потому что, сейчас, ну, я просто для вас скажу, они, когда я говорю, что культура грузинская пошла от Петербурга, наши все великие композиторы учились здесь, у Танеева, у Чайковского, приезжали здесь философы, учили, заканчивали здесь, приезжали туда и передавали эти знания, нам первый университет построил русский, нам первую консерваторию построил Рубинштейн, нам первый, Головинский, прошу Головин, кстати, был ставленником царским, он великие вещи сделал, вот, забыть это, это нельзя. Я дружил всегда с людьми старше меня, например, я очень дружил с Примаковым, люблю его очень, и я не помню концерты, чтобы он не присутствовал, на моих концертах и спектаклях, никогда, он не пропускал ни одного, я всегда был у него на день рождения, всегда первый, и у меня просил, что петь именно, вот, у меня был Николай Николаевич Озеров, фантастическая личность, которую я очень люблю, у меня был наставник по-русски, который я обожаю, до сих пор, думая о том, что, как он был прав, вот вы мне сказали насчет режиссера, я не ответил вам тогда, сейчас скажу, у него задача была через звук образ передавать, сейчас делаю все, чтобы образ, и в основном физически, бегают, прыгают, глаза крутят, орют на одном тембре, на одной высоте, даже в драматических спектаклях, вот меня часто приглашают, это я был на одном спектакле, в театре Райкина, ну, просто кричат, до хрипоты, у них еще три спектакля в день, так они вообще безголосые уже, с непоставленными голосами, где уже различать тембр, интонацию звука, интонацию характера, через тембр это все можно передать, сейчас за счет громкости, как в попсе, только громкость, Гекан Челли очень хорошо сказал, он говорит, слушайте, я утром просыпаюсь и думаю, кому мне позвонить, все мертвые, некому даже позвонить, не с кем поговорить, и вот мы недавно с ним говорили, я говорю, Гек, дай поговорим мы с тобой, мне тоже не с кем говорить, но вдруг откуда-то узнали, где-то мне звонят, почти каждый день по 2-3, 2 человека, Зураб, как вам не скучно? Кто им дает мой телефон, не знаю, я говорю, нет, а что такое? Нет, вы сказали, что вам скучно, вот мы поговорили, желаем добра, желаем здоровья, всего самого хорошего, буквально вот сейчас вот, и это так, ну, это закон жизни, ничего не поделаешь, никого не вернешь, и я считаю, что у меня жизнь была очень богатая, мне везло на людей по жизни, и на людей, которые меня учили, если что-то во мне хорошее есть, ну, конечно, я не ангел, но я в жизни ничего такого не допустил, чтобы мог упрекать себя в чем-то, и я думаю, что я счастливый человек, в этом смысле, что у меня были люди, которые меня все время наставляли, были рядом со мной, и если что-то хорошее во мне есть, все от этих людей, кроме того, что дали мне мама с папой. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,